Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава первой книги «Параллипомэнн» или «Хроник», перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала «Экзегет», последняя глава с большим количеством имен. И я напомню, что вот долго-долго-долго подбирался к этому эпизоду наш повествователь, он начал с того, что все человечество – одна семья, Израиль – его часть, потом рассказал о династии Давида, главного царя израильтян, потом перечислил разные другие генеалогии, и в конце предыдущей, восьмой главы, мы прочитали генеалогию царя Саула, первого царя. Что же дальше он скажет? Так, все израильтяне были внесены в родословные списки, они содержатся в книге царя Израиля. Видимо, эта книга до нас не дошла, книга царств, которую мы имеем, она, конечно, таких генеалогических списков подробных не имеет. И вдруг, за свои преступления иудеи были угнаны в Вавилон. Первыми вернулись священники, левиты и храмовые рабы, они поселились в Израиле, каждый в своем владении и в своем селении. Так вот, почему это так важно. Смотрите, центр внимания нашего повествователя, это, безусловно, Скиния и храм. И он пишет уже после возвращения из Вавилона. Это тот Израиль, который мы потеряли, ну, с его точки зрения, да. Вот та родовая структура общества, у каждого своей территории, у каждого из левитов свое служение, которое прекратилось после Вавилонского плена, это надо восстановить. И дальше описание того, как это восстанавливается, уже после плена. В Иерусалиме тогда поселились люди из племени Иуды, Вениамина, Ефрема и Моносии. Родичей, их продословным списком было 956 человек. Все они были главами родов. Смотрите, вот начинается новая история. И заново, что называется, заселяется эта земля, но с памятью о том, что было. Это не такой, знаете, комсомольск на море, бам, где приехали отовсюду люди и строят абсолютно новую жизнь. Это вот возвращение в прошлое. Понятно, что его нельзя скопировать, но помнить о нем надо и по возможности приводить настоящее в соответствии с этим изначальным порядком. Из священников. Из левитов. Из левитов. Шимая сын Хашу, сына Азрикама, сына Хашеви, одного из сыновей Мирари. Багбакар, Хереш, Галал, Матания, сын Михея, сын Зихри, сына Асафа, Авдий, сын Шимаи, сына Галала, сына Идутуна, Берехия, сына Асы, сына Элканы, который жил в селениях Нетофаттиян. Вот разные категории. Сначала Иуда. Почему Иуда? Потому что, собственно, они царский род, царское племя, и в Иерусалим возвращаются они, потом левиты и священники. Стражи ворот, то есть тоже левитские должности, Шалом, Акуф, Талмон, Ахимана и их родичи. Главой рода был Шалом. И поныне они, стражи стана левитов, охраняют ворота царские с восточной стороны. А Шалом, сын Коре, сына Ивиасафа, сына Короха и его родичи по отцовской линии, несли служение, охраняя порог шатра, как и отцы их стригли в ход в стан Господень. То есть левиты и священники получают те служения, которые несли их предки, восстановление Израиля. Главой их прежнее время был Пенахас, сын Иллиазара, с ним был Господь. Захария, сын Шалемии, был стражем у входа в шатер собрания. Всего в стражи ворот было отобрано 212 человек. Их родословие определено по месту жительства. Давид и праведец Самуил назначили их, доверив им это служение. То есть царь и пророк, хотя Самуил здесь называется таким более архаичным словом, провидец, роя на древнееврейском, вот именно они так распределили. Это не случайность, это не какие-то соображения целесообразности. Да там люди договариваются, артиллерабочие, ты там это делай, я то. Это некий изначальный порядок, его нужно сберегать. Они, их потомки посменно, охраняли вход в Дом Господень, то есть в шатер. Да, шатер он в Жескине, это и есть Дом Господень. Стражи ворот стояли с четырех сторон, с востока, с запада, с севера и с юга. Их родичи поочередно приходили из своих селений, чтобы провести с ними по семь дней. Эта служба была поручена четырем начальникам стражей, левитами. Они наблюдали за комнатами и хранилищами Дома Божьего. Они ночевали рядом с Домом Божьим, потому что должны были его охранять, а по утрам отпирать. Ну, понятно, что все одновременно служить не могут, и потом кто-то служит, а кто-то в это время занимается хозяйственными своими делами дома. Значит, посменная, вахтовая такая служба. Некоторые из них ведали богослужебными предметами, выдавая, принимая их по счету. Иные были назначены следить за отварами, за священными сосудами, а также за мукой, вином, маслом, ладаном и благовониями. Но составлением благовония занимались те, кто принадлежал к священническому роду. Одному из левитов, Матитии, первенцу Шалома Карахита, было поручено изготовление лепешек. Некоторые из их родичей кихотитов заботились о хлебах, которые выкладывались по субботам. Также были певцы, главы левитских родов. Они находились во внутренних комнатах и были освобождены от работ, потому что их служение длилось день и ночь. Это главы левитских родов, перечисленные в порядке страшноства. Жили они в Иерусалиме. Ну вот, еще даже, может быть, не восстановлен толком храм, но структура общества уже восстановлена. Вот не сначала строится храм, а потом ищут, кто бы там служил, а сначала возникает упорядоченная община, которой этот храм, собственно говоря, и нужен. В Гавауне жили отец Гавауна Иел и его жена по имени Махай. Первым самым был Авдон, а потом родились Цуркиш, Баолнер, Надав, Гидор, Ахио, Захария и Меклот. У Меклота родился Шимам. Все они жили в Иерусалиме, там же, где их сородичи. К чему это повторяется? Это же только что уже было. Вот была генеалогия, собственно говоря, царя Саула. И снова. У Нера родился Киш, у Киша Саул, у Саула Иоаннафан, Малкишуа, Авинадаф и Ежбал. У Иоаннафана был сын Миривала, у Миривала родился Михей. Сыновьями Михея были Петон, Мелых, Тахреа и Ахаза. У Ахаза родился Яра, у Яреа Лемет, Азмавет и Земри, у Земли Моца, у Моцы Биная Рифая, сын Рифаи Эласа, сын его Ацел. У Ацелла было шестеро сыновей, их звали Азрикамбух, Иру, Измаил, Шаария, Авдии, Ханаан, все это сыновья Ацелла. Почему? Потому что вот царь Саул еще был. И повторяется его генеалогия перед тем, как, собственно говоря, речь зайдет о самом царе. Но о нем будет сказано довольно странно, и мы прочитаем это в 10 главе, а с именами мы наконец-то завершили. Играет музыка. Продолжение следует...